В Хакасии появилась ультрабыстрая зарядка для электромобилей. Установили ее рядом с деловым центром по улице Крылова в Абакане. Насколько востребовано подобное оборудование, узнала Ольга Стельмах. На первый взгляд неприметная установка, но за подобным будущее. Электрозаправки для Хакасии в новинку, тогда как в других регионах Сибири автомобилисты активно переходят на электротранспорт. Но не наша республика. Здесь тормозит процесс незаинтересованности местных властей. При этом действия не столь трудозатратные. Польза гораздо ощутимее. Транспорт занимает существенную часть в выбросах любого города. Поэтому движение в сторону общественного электротранспорта, в сторону частного электротранспорта, это очень большой, серьезный, существенный вклад и в экологию в том числе. Это важно. А поскольку сами мы тоже живем в Сибири, мы не думать об этом не можем, а у нас есть возможности только об этом подумать, но еще что-то хорошее сделать, мы не делаем. Экологичный и экономичный транспорт привлекает и жителей республики. В использовании одни плюсы. Эти автомобили очень просты в обслуживании. У них нет двигателя, как такового в нашем понимании, нет коробки передач, соответственно, меньше движущихся частей, нет необходимости заменять масло, ни там, ни там. Ну и колодки у нас расходуются примерно раз в 100 тысяч, потому что во время остановки тормозит электродвигателями, и, соответственно, колодки практически не используются. Чтобы популярность электротранспорта росла, необходимо развивать инфраструктуру. По личной договоренности депутата Госдумы Сергея Сокола, гендиректора Россети Сибирь Павла Акилина, в Акасе запустили быструю ЭЗС. Проект пилотный. Россети Сибирь установили зарядку за счет собственных средств, которые филиал Акас Энерго заработал на дополнительных услугах. Станцию поставили по улице Крылова в районе делового центра, чтобы время, отведенное для зарядки, можно было провести с пользой. Зарядка мощная – 150 кВт. В среднем за 40 минут можно полностью зарядить электрокар. Причем одновременно до четырех электромобилей, как китайских и европейских, так и российского производства. Есть много уже российских автомобилей, есть вот это, вот этот автомобиль производит Лепетской области. Есть «Москвич». Я уже даже задумываюсь о том, чтобы присмотреться к этой машине. Ну и тоже буду клиентами. Правда, к тому моменту, когда я куплю, у вас все уже будет не бесплатно, уже не пилотный проект, ну и ничего. До 1 октября станция работает в тестовом режиме. На период отладки зарядить авто можно абсолютно бесплатно. Сегодня по Хакасии колесят по меньшей мере полсотни электромобилей. И есть шансы, что с развитием инфраструктуры их станет гораздо больше, так как возможность использовать этот транспорт за пределами региона делает его намного универсальнее. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия.